Вот и лето прошло. До начала осени остались считанные дни, а значит наступает горячая пора по сбору урожая. Сбудутся ли прогнозы аграриев, у кого какие надои молока, растет ли в стране поголовье скота, кто имеет доступ к государственным субсидиям и процветает, а кого душат излишними требованиями ветеринарного контроля. Об этом и многом другом поговорим в очередном выпуске проекта «Атомикен Бизнес, Ченнел Бизнес и Закон» в студии Константин Харламов. Здравствуйте, сегодня вы увидите. Ваши слова до богу в уши. Представители Минсельхоза отчитались о проделанной работе и поделились амбициозными планами. Без права на вывоз. Почему кустанайское мясо в России не продается? Деньги будут. Вы держитесь. Средства республиканского бюджета направят на спасение моралов. На минувшей неделе сразу несколько представителей Министерства сельского хозяйства, преимущественно замминистра, отчитывались о проделанной за 7 месяцев этого года работе, а также делились амбициозными прогнозами по предстоящему урожаю. Сколько новых производств планируется открыть в ближайшее время, какие продукты отныне в Казахстане в приоритете и кому достанутся субсидии от государства, узнаем прямо сейчас. Задачи перед Министерством сельского хозяйства стоят стратегические и архиважные. Чем будет питаться страна в ближайшей перспективе? Какой товар отправим на экспорт? Как увеличить надои молока и производство мяса? Продовольственная безопасность страны волнует каждого казахстанца, но отчет чиновники начинают с распределения госсубсидии, механизм которого был тщательнейшим образом пересмотрен и доработан. Результатами, как уверяет первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, можно похвалиться уже сейчас. Если раньше, допустим, откормочники получали, это крупные откормочники, которые имели в своих откормоплощадках 400 и более голов, за счет изменений критерий мы снизили критерии по откормочным площадкам по количеству. И сегодня теперь сельхозпроизводители, которые имеют откормочные площадки от 100 голов и выше, тоже могут претендовать и получать уже субсидии. Таким образом, количество получательных субсидий в рамках того же бюджета увеличилось в три раза. Грядут перемены и у аграриев. Постепенно планируется сокращать посевные площади под пшеницу, но вместе с тем увеличивать ее урожай с каждого гектара. Зато на 335 тысяч гектаров увеличилась площадь для масличных культур, а именно чечевица, горох, нут. Примечательно, что практически весь ожидаемый урожай на данный момент уже законтрактован и будет отправлен на экспорт. Но заинтересованы зарубежные партнеры не только в зерновых. В этом году ставка делается, это мировой опыт. Мы субсидируем ягнятину. Я хочу привести примеры. В этом году именно изменение субсидии по сборанию на ягнятину дало большой толчок. И в этом году мы впервые экспортировали в Иран. И экспорт сейчас продолжается. Именно экспорт в Иран с западно-казахстанской области – это предприятие БАТСМАРКО АЛАМ, которое подписало контракт с иранской стороной на экспорт 1500 тонн ягнятины. Это тоже большое подспорье. На ближайшие годы в приоритете у госчиновников развитие и увеличение объемов производства молока, мяса, шкур и шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. В этих направлениях уже работают 435 предприятий по всей стране, но потенциал отечественных сельхозтоваропроизводителей реализован не полностью. Развивать и увеличивать планируют с помощью трех последовательных принципов. Это первое – максимальная загрузка действующих предприятий за счет доступа к кредитным ресурсам, а также за счет сбора сырья через сельхозкой оперативы. Второе – это модернизация 80 действующих предприятий. Это мы установили, когда анкетировали предприятия. То есть мы посмотрели, какое оборудование у них имеется в наличии, насколько оно пригодно для производства продуктов питания и понимаем, что 80 предприятий требуют до 2021 года модернизации. Это повысит их конкурентоспособность и позволит эффективно использовать производственные мощности. Третье – это строительство новых 79 перерабатывающих предприятий, в основном небольших, именно в тех регионах, которые обеспечены сырьем. В общем, статистика говорит, что рост практически по всем показателям имеется. В ближайшем будущем станет только лучше. Более 19 миллионов тонн зерна – прогноз урожай этого года. Макарон в этом году уже произвели на 12% больше, чем в прошлом. Круп на 27%. Прирост по растительному маслу составил 17%, а по молоку – 2,5%. Будем надеяться, что качество при этом также улучшается, а цены, наоборот, пойдут вниз. К слову, по данным Минсельхоза, производство продуктов питания в республике за минувшие 7 месяцев выросло в 7,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет чего удалось совершить такой феноменальный скачок с 92 до почти 700 миллиардов тенге в Министерстве сельского хозяйства не уточнили. Но эксперты уверяют, что роль сыграло и повышение цен на продукты. Впрочем, похвастаться субсидиями от государства теперь могут и мораловодческие хозяйства. Принято решение оказывать финансовую поддержку крестьянам Восточного Казахстана, где этот вид деятельности ведется на промышленном уровне. Хотя на данный момент мораловодство переживает далеко не лучшие времена. Если еще не так давно в регионе насчитывалось более 20 тысяч моралов, то сейчас их численность составляет около 8 тысяч голов. Последние несколько лет мораловодческие хозяйства получали небольшую финансовую поддержку из областного бюджета. Региональная программа по поддержке этой отрасли была направлена на восстановление поголовья моралов. Однако теперь принято решение помогать на республиканском уровне. Сейчас в области всего 18 мораловодческих хозяйств и за каждую самку морала им планируется выплатить по 41 тысяче тенге. Задача программы – восстановить поголовье этих крайне полезных для человека животных. Подается сведение в палату нашего мораловодства. Отсюда мы поднесли к хозуправлению. Они все проверяют данные и после этого мы оформляем документы на получение субсидии. Это очень хорошая поддержка, которая поможет хозяйствам удержать поголовье хотя бы в прежнем уровне. Но не все так гладко у отечественных фермеров, особенно при вопросе экспорта казахстанской сельхозпродукции даже в соседние страны, с которыми мы состоим в Евразийском Союзе. Конкретный пример – животноводы Кустанайской области. Чтобы отправить на реализацию мяса в Россию, им приходится потратить немало времени, средств, но и нервов. Мясо в Кустанайской области, по заверениям не самих фермеров, но и покупателей, очень вкусное. Пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в приграничных регионах Российской Федерации. Но торговле с соседями мешает ветеринарный контроль, а если быть точнее, то отсутствие условий для его качественного проведения. В Кустанайской области существует 17 лабораторий, ветлабораторий, из которых всего лишь одна аккредитованная. В Заречном она находится, а так как наша Кустанайская область по территории очень обширная, и предприниматели, например, с города Аркалыка или из дальних районов вынуждены приезжать в данную лабораторию, в Заречном. Из 17 лабораторий выдавать разрешение на вывоз мясной продукции в Россию имеет право только одна. Чтобы сначала привезти мясо на аккредитацию, получить разрешение, а затем уехать в соседнюю страну, предпринимателям приходится проехать не одну сотню километров. В целом процесс получения разрешительных документов может занимать до 18 дней. Региональная палата предпринимателей выступила с предложением сократить этот срок до 10 дней. Вопрос рассматривается в профильном министерстве, а бизнесмены надеются на положительный исход. Еще одна приятная новость для местных предпринимателей. Уже в октябре лаборатория в Карабалыхском районе должна пройти аккредитацию. Таким образом, в Кустанайской области будет целых две аккредитованных лаборатории. Как говорится, медленно, но верно. Обсудить тему сегодняшней программы мы пригласили в нашу студию заместителя председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Улжаса Аусабаева. Улжас, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день. Ну и первый вопрос, наверное, вот как можно охарактеризовать общую ситуацию ветеринарного контроля в Казахстане на сегодняшний день? В целом охарактеризовать можно только, что ветеринарная обстановка на сегодняшний день остается стабильной. Есть определенные предприниматели как в отношениях с международными организациями, так и внутри Республики Казахстан. Как вы знаете, в мае этого года мы достигли определенных достижений по болезни ящера. В целом ситуация остается стабильной. Зачастую хотелось бы отметить о том, что для ведения бизнеса в ветеринарном отношении хотелось бы попросить участников внешнеэкономической деятельности больше придерживаться норм закона и соблюдать те установленные требования. Ужас, но ситуация стабильная. Стабильно хорошая или стабильно плохая? Потому что при подготовке к программе мы, знаете, столкнулись с достаточно такими острыми мнениями самих предпринимателей. Вот хочется вашу версию услышать. Да, есть стабильно хорошая. Есть, конечно, моменты, которые требуют дальнейшей доработки. В этом плане комитетом непосредственно ведется работа не только в рамках Республики Казахстан, но и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках Международного эпизодического бюро. Мы не стоим на месте, развиваемся. Все возможное, что мы в силах сделать на сегодняшний день, мы делаем. Прикладываем все усилия. Ну, хорошо, когда все хорошо. Тем не менее, ветеринарный контроль довольно-таки болезненный вопрос для предпринимателей. Так ли это? Ну, насчет болезненности могу только сказать, что зачастую есть участники внешнеэкономической деятельности, будем так их называть, которые, можно мягко сказать, формально относятся к тем установленным требованиям, которые требуют выполнения международной торговли. Почему? Потому что мы наблюдаем многие случаи, когда бизнес, избегая расходов либо еще каких-то затрат, старается минимализировать те расходы, которые они несут внутри Республики Казахстан при отправках той или иной продукции. Но, тем не менее, они сталкиваются с проблемами уже в тех странах, куда они экспортировали эту продукцию. То есть, там уже сталкиваются с более жесткими требованиями, бескомпромиссными. И хочу призвать всех участников внешнеэкономической деятельности максимально направить все усилия, чтобы выполняли требования, установленные законодательством Казахстана. И они, в свою очередь, гармонизированы с международными стандартами и положениями. Тем более, речь идет как о финансовых потерях, так и о жизни и здоровье людей? Да, непосредственно, уже несящих угрозу не только для здоровья животных, но и человека. Вот уже идет такой процесс повсеместного ликвидации, если так можно сказать, или уменьшения количества различных требований в различных отраслях. Как вот с данным вопросом обстоит дело ветеринарном контроле? В этом плане нами тоже проводится работа. Как вы знаете, многие ветеринарные требования дублируются с требованиями наших коллег из Комитета охраны общественного здоровья. Есть объекты, в которых мы соприкасаемся. Это объекты переработки, в том числе молокоперерабатывающие, мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие предприятия. И вот те объекты, на которых наши службы заприкасаются вплотную. И зачастую те требования, которые проверяются нашими коллегами, ветеринарными инспекторами тоже проверяются. И основная работа была направлена на то, чтобы исключить такие дублирующие нормы, чтобы предприниматели проверяли только по определенным требованиям, только определенные службы. И в этом плане у нас, если в 2015-2014 годах было порядком 320 требований в установленных проверочных листах, то на сегодняшний день мы довели их количество до 200. То есть постепенно идет процесс снижения? Постепенно, постепенно. В том числе были и исключены те требования, которые были переданы на откуп самим предпринимателям, которые должны будут взять на себя определенную ответственность за выполнение этих требований. Можно ли сейчас назвать производителей, чего чаще всего нарушает нормы ветеринарного контроля? С кем больше всего проблем? Проблемы зачастую у нас складываются при всевозможных перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это как на экспорт, так и при перемещениях товаров внутри Евразийского экономического союза. Основным видом нарушения является перемещение товаров без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов. Это основная проблема. Кроме того, есть проблемы при возмещении стоимости изымаемых животных, либо проведении карантинных мероприятий при экспорте животных. Есть моменты, которые требуют решения. Также в большинстве отраслях проходит работа по минимизации предпринимателей с представителями власти, даже не грубо говоря, а цифровизация идет услуг. Проходит ли такая работа у вас? Да, в рамках послания главы государства, третья модернизация Казахстана, повышение глобальной конкурентоспособности, одним из направлений является цифровизация отрасли экономики. И в рамках реализации этих поставленных задач в Министерстве на базе Департамента развития государственных услуг и цифровизации создан офис цифровизации. Этим офисом разработан план мероприятий, который направлен на реализацию этих задач. В задачу комитета поставлено обеспечение системой прослеживаемости животноводческой продукции. Что нам это даст? В первую очередь, это нам даст прозрачность при оказании государственных услуг в сфере ветеринарии, снизит коррупционогенность, позволит развивать существующую систему и позволит анализировать те данные, которые мы на сегодняшний день имеем, и как-то систематизировать и, грубо говоря, автоматизировать ту часть работы, которая на сегодняшний день нами проводится. В рамках этого у нас сейчас до конца года планируется доработать и модернизировать три государственные услуги. Это выдача разрешения на экспорт, выдача ветеринарного сертиката при перемещении внутри ЕАЭС, выдача ветеринарной справки. До конца следующего года мы планируем автоматизировать четыре государственные услуги. Это выдача ветеринарного сертиката при экспорте в третьи страны, выдача регистрационного удостоверения на новые и усовершенствованные ветеринарные препараты, согласование нормативно-технической документации и апробация новых усовершенствованных ветеринарных препаратов. То есть четыре услуги мы планируем автоматизировать в следующем году. Сейчас очень много нареканий о том, что сроки получения самих необходимых разрешительных документов, они очень большие. Удастся ли благодаря этой работе сократить их? Благодаря этой работе, конечно, это не предусматривает сокращение срока, но тем не менее мы ведем работу по оптимизации тех услуг, которые вызывают своего рода пожелания у бизнеса по сокращению. Так, например, в июне месяце приказом заместителя премьер-министра, министра сельскохозяйства Асхариса Викторовича Марзахметова был утвержден приказ, в котором предусмотрено сокращение сроков оказания государственной услуги как выдача разрешения. То есть если это раньше было 10 дней требовалось на это, мы сократили до 7 дней. Два дня будут рассматриваться в наших районных городских подразделениях и пять дней в центральном аппарате министерства. Кроме этого предусматривается исключение такого требования, как наличие протокола испытаний при подаче заявки на разрешение. То есть если до этого было, что протокол испытаний требовался как при получении разрешения, так и при получении ветеринарного сертиката, то мы сейчас на разрешение этого не будем требовать. И третий момент, мы отменили такое требование, как получение разрешения на вывоз собак и кошек до двух голов, то есть для личных домашних питомцев. Но это больше, конечно, не для бизнеса, а для тех людей, которые любят путешествовать со своими домашними питомцами. Эти изменения вступят в силу со дня истечения 21 дня, после того, как этот приказ будет опубликован. Сейчас он уже подан для опубликования средств массовой информации. Вот программа идет по увеличению производства продукции, в том числе увеличение экспортного потенциала. Какая работа ведется здесь? Потому что также готовились передачи, слышали, что узнали, что в определенных регионах есть 17 лабораторий, и только одна из них может выдавать разрешение на продукцию, чтобы вывезти ее в ту же самую соседнюю Россию, допустим. То есть хотя бы в рамках ЕС идет ли работа по увеличению экспортной возможности? Да, в этом плане тоже, наверное, работа проводится. В плане того, что, вот вы сказали, 17 лабораторий, и из них только одна. На самом деле, предлагаю посмотреть иначе к этому вопросу. На самом деле, та единственная лаборатория, которая имеет агритацию, это Костанайский областной филиал. То есть все областные филиалы Республиканской ветеринарной лаборатории на сегодняшний день аккредитованы по международному стандарту ИСО 17.025. И те 17, это те районные ветеринарные лаборатории, которые на сегодняшний день не имеют аккредитации. То есть упор делается на то, что областные уровни филиалов были аккредитованы, и все бизнесмены, которые хотят экспортировать, вынуждены обращаться в область. Сейчас с нами изучен рынок того, сколько было обращений именно в областную лабораторию, и применяем точный подход, где наибольшее количество сконцентрировано тех предпринимателей, которые ориентированы на экспорт. И в тех районах мы эту работу будем проводить. — Вообще вот для лаборатории насколько затратно получить вот эту аккредитацию, чтобы выдавать документы на продукцию, которая пойдет на экспорт? — Ну, затратно на самом деле. Тут не только финансовые затраты требуются, но и временные. Почему? Потому что аккредитация — это то мероприятие, при котором лаборатория не просто должна аккредитоваться и получить какой-то сертификат, но и проводить определенную работу, и те результаты этих исследований, которые будет проводить эта лаборатория, должны валидироваться, то есть слечаться с другими лабораториями. А это требует определенного временного промежутка, то есть это может быть год, может быть шесть месяцев, может быть и то больше. Поэтому, а в целом же аккредитация предусматривает также дооснащение и лабораторным оборудованием, которое, соответственно, тоже требует немалых затрат. — Ну что же, у нас спасибо большое. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в нашу студию и ответили на наши вопросы. — Спасибо. — Спасибо большое. — На сегодня у нас все. Через неделю в этой студии будем обсуждать актуальные вопросы бизнеса и его взаимодействия с представителями власти. Спасибо, что были с нами. До свидания. Удачи вашему бизнесу. — ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА — ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok